Франсуа Вион, настоящая фамилия де Манкорбье, Манкорбье Лиде-Лож родился между 1 апреля 1431 года и 19 апреля 1432 года в Париже. Год и место смерти неизвестны, поэт французского средневековья, первый французский лирик позднего средневековья. Биография о его жизни известна крайне мало, больше дома слав и легенд, 8 лет остался сиротой. Фамилию Вион он получил от усыновившего и воспитавшего его родственника, парижского священника, капеллана церкви святого Бенедикта Гийома Виона, которого сам поэт называл своим «больше чем отец». В 12 лет поступил на факультет искусств Парижского университета, который закончил в 1449 году со степенью бакалавра, а через три года получил степень и лицензиата и магистра искусств, дававшая право преподавать или служить клерком. Рожденный и воспитанный в среде парижского мещанства в эпоху обнищания и кризиса Франции после Столетней войны, Вион оказался среди деклотированных, однако был вхожий в дом парижского привора Бера де Стутвеля, где собирались поэты. В честь своего покровителя Вион сочинил брачную песню сокрастихом из имени его супруги. К середине 1450-х он уже достиг известности в качестве поэта. Будучи студентом, Вион принимал участие в разгульной студенческой жизни, вскоре оказался замешанным в уголовных преступлениях. Вечером 5 июня 1455 года на него напал с ножом священник Филипп Сермуаз. В завязавшейся драке, по-видимому, из-за женщины Вион смертельно ранил противника и, скрываясь от суда, вынужден был покинуть Париж. Это убийство, акт самозащиты, вполне дозволенный обычаями, не сыграло бы никакой роли в его дальнейшей судьбе. Сам Сермуаз перед смертью простил своего убийцу, признав себя зачинщиком. Королевский суд, на имя которого Вион подал два прошения, объявил его невиновным. Однако за семь месяцев скитаний вдали от Парижа Вион, дожидаясь судебного оправдания и оставшись без денег, связался с профессиональными преступниками и уже в октябре, как подозревают, был причастен к двум грабежам. Вернулся в Париж в начале 1456. В ночь на Рождество того же года он вместе с тремя соучастниками совершил ограбление Наваррского коллежа, похитив сумму в 50 золотых и Кю, которую воры тут же поделили, после чего Вион благоразумно предпочел на время покинуть Париж. В ночь ограбления им написано первое крупное произведение «Шуточное послание к друзьям Лес Легис», впоследствии названное «Лепетит Тостамент». Кража была обнаружена через несколько месяцев, при этом известны стали имена ее участников. Вернуться в Париж Вион уже не мог. За последующие пять лет скитаний сходил в многие области страны от Ла-Манша до Средиземного моря. Недолгое время он находился при дворе Карла Орлеанского в Блуа. Для альбома баллад на тему «От жажды умирая над ручьем», заданную Карлом Орлеанским поэтом его окружение и многократно разработанную самим герцогом, Вион написал знаменитые стихи, известные под названием «Баллада поэтического состязания в Блуа». По условиям конкурса поэты должны были написать шуточное стихотворение, но стихотворение Виона оказалось не шуточным, а полным философского трагизма. От жажды умирая над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная, я знаю все, я ничего не знаю, мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу воронам зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой, как червь пышнее я всех господ, я всеми принят, изгнан отовсюду, я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю, я нищ, и я кечусь своим добрым, трещит мороз, я вижу розы мая, долина слез, мне радостнее рая, зажгут костер и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед, запомню шутку, я и вдруг забуду, кому презрение, а кому почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду, не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем, я по земле с опаской вступаю, не вехом, а туману доверяю, глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полы не горше мед, но как понять, где правда, где причуда, а сколько истин потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду, не знаю, что длиннее, час и льгот, ручей и море переходят в брод. Из рая я уйду, в аду побуду, отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Летом 1460 Вейон в Орлеанской тюрьме ждал казни, который сбежал лишь по случайности. Орлеан посетила семья герцога и в честь въезда трехлетней принцессы Марии в свое наследственное владение заключенные, согласно обычаю, были освобождены из тюрем. В октябре 1461 Вейон был в тюрьме в городе Мен-Алуари, однако новый король Людовик XI, направляясь на коронование, проезжал через Мен, вознаменование чего поэт в числе прочих арестантов получил прощение. В конце того же года Вейон вернулся в Париж и в предчувствии близкой смерти создал свои лучшие произведения, эпитав, вошедшую в лирический цикл «Кодисил» и «Тестамент», впоследствии названное «Ле Гранд Тестамент». Кроме этих произведений Вейону принадлежит ряд отдельных баллад, не дошедшая до нас студенческая поэма «Ле Роман де Пьета де Ибл», «Семь баллад на воровском жаргоне», до сих пор не вполне расшифрованных. В ноябре 1462 Вейона арестовали по подозрению в краже, скорее всего безосновательному, так как через несколько дней его выпустили на свободу. В том же месяце в уличной драке, затеянной товарищами Вейона, был тяжело ранен папский нотариус, хотя сам Вейон лишь присутствовал при драке, не принимая в ней участия он снова брошен в тюрьму, подвергнут пытке водой и присужден к веселице. «Я, Франсуа, чему не рад, увы, ждет смерть злодея и сколько весит этот зад, узнает скоро шея». Перевод И. Эренбурга, этот явно несправедливый приговор был по обжалованию заменен десятилетним изгнанием из Парижа и графства Парижского, принимая во внимание дурную, жизнь вышеуказанного Вейона. Как гласит протокол от 5 января 1463 года, через три дня Вейон покинул Париж, далее его следы теряются. Вейон умер не позднее 1491 года, когда вышло первое издание его произведений, в 1489 исполнилось 60 лет. Характеристика творчества, биография и творчество более тесно связаны у Вейона, чем у какого бы то ни было иного поэта Франции. Большинство его произведений сочинены на случай, таковое крупнейшее его произведение «Тестамент», представляющее синтез всех основных моментов творчества Вейона. Таковыми являются прежде всего контрастность и ирония, лирический субъективизм и крайний сенсуализм. Вся поэтика Вейона построена на этих моментах, и соответственно им можно различить несколько оттенков в лирических излияниях Вейона. Он реалист в том смысле, что в его поэзии большое количество бытовых образов, контрастирующих друг с другом. Ирония и пародийность лежат в основе замысла «Тестамент». Здесь традиционная форма поэтического завещания дается в бурлескном преломлении. Предметом завещания являются безделицы, вроде вывески кабака, кружки пива, пустого кошелька, а также баллады. Вставленный в текст эта канва прерывается более или менее обособленными лирическими отрывками. Традиционная, характерная для формалистической и аллегорической поэзии 14-15 веков баллада у Вейона также часто пародийно снижена. В виде пародий дает он и ультра-натуралистические картинки попоек, притонов Парижа, говорят лица кутилы. Вышибалый Т.П. В эпизоде с прекрасной оружейницей поэт детально описывает увядшие прелести и сравнивает их с былыми. Наконец, в эпитав реальность переходит в гротескную утрировку, говорят повешенные, тела которых гниют, глаза которых выклевали птицы и Т.П. К этому присоединено обращение к людям-братьям, просьба молиться за их души, стираются границы гротеска пародии философского размышления. Свои лучшие лирические стихотворения Вейон создал в этой манере. Можно назвать знаменитую «Баллад де Менус Пропос Балладу Контрэйнтис», написанную на конкурс на заданную тему «Ди Бадзю Куйорадзю Корпс Дэ Виллон», проникнутой глубоким пессимизмом, как и знаменитая «Баллад де Деймс Дзю Темпэс Джидис». Наконец, любопытно помещенная в тестамент молитва в форме баллада от имени матери Вейона, простой, набожной женщины, создающей один из сильнейших контрастов в тестамент. Вейон почти не выражает в своей поэзии социального протеста и социальная значимость его творчества, ультрасубъективного по своему характеру, в картинах нищеты и порока, которых так много в его произведениях. В своей версификации Вейон строго соблюдает канон твердой формы стиха, закрепленной в поэтике из Таша Дишана, фиксированную строфику, метрику и рифмовку в балладах Ронда, двойных балладах изобилующих окрастихами, анафорами и другими ухищениями. Влияние на Вейона Сильное влияние на реализм и пародийность Вейона оказали поэты Буржуа XIII-XIV веков, фаблия, а также, как было доказано впоследствии, ломанский фольклор с его натурализмом. На философскую сторону творчества Вейона повлияли поэты XIV века. Влияние Вейона Первой книгой французской лирики, выпущенной типографским способом, были стихи Вейона. Громадное влияние Вейона оказал на поэтов конца Средневековья и начала Возрождения, а затем влиял на сатириков и реалистов XVII века. С похвалой отзывались о Вейоне Буалой и Вольтер. В XIX веке Вейону поклонялись и романтики и беранжи, сильно напоминающие Вейона. Среди парнастцев особенно близки к Вейону по характеру своей поэзии Жерешпин. М. Роллина немало общего с Вейоном у Поля Верлена и его друга Тристана Карабьера. Своей популярностью в Англии Вейон обязан при Рафаэлита Мэйр Стивенсону. Гильйома IX иногда называют Вейоном XII века. Вейон в литературе и искусстве. Рабляй в четвертой книге Пантагрюэля. Приводят два апокрифических сообщения о поздних годах Вейона. Шута при дворе английского короля и постановщик Комистили в Пуату. Когда у Панурга спрашивают, где же нажитое им богатство, он отвечает, а где прошлогодний снег. Вот главный вопрос, который мучил парижского поэта Вейона Виктор Гюго, ночлег Франсуа Вейона, Роберт Льюис Стивенсон, ночлег Франсуа Вейона, Юлио Идлис, Жажда над ручьем, Бертольд Брехт, Баллада Франсуа Вейони. В XX веке Вейону посвящены крупные художественные произведения Навела и Дшмида, Херзогин и Романа Ф. Карка, Лера Мандель Франсуа Виллон. Осипом Мандельштамом была написана статья под названием «Франсуа Виллон». Также он посвятил Вейону строки своего стихотворения. Рядом с готикой жил Азару Ючий и плевал на паучьи права наглый школьник и ангел ворующий. Несравненный Виллон Франсуа в фильме «Золушка 4 умножить на 4» Все начинается с желаний. Песня шута состоит из строк «Баллада истинно изнанку». Исполняет Олег Акулич. Песня Булата Акуджавы. Молитва Франсуа Вейона. Песня «Чернусь она». Кавычка точка точка. В криминальной драме «Поцелуи падших ангелов». Главный герой Роман Демидов читает стихотворение Франсуа Вейона «Я знаю этот мир». Он по лондряне. В трех серии три сезона сериала «Хранилище 13» главный герой применяет артефакт чернила Франсуа Вейона, которые создают в стене из любого материала чернильное пятно, сквозь которое могут свободно проходить предметы. Если бы я был королем. Фильм 1938 года «Валентин Соколовский. Ночь в городе. Вишен или в ожидании Франсуа». Повесть о жизни Франсуа Вейона в форме воспоминаний человека, который хорошо знал поэта и имя которого встречается в строках «Большого завещания». Мария Голикова «Зима с Франсуа Вейоном. Историческая повесть». Студент Парижского университета Жан-Мишель Терни находит книгу стихов Франсуа Вейона и пытается выяснить, каким человеком был их автор. Фильм Сержа Мейнара «Я. Франсуа Вейон. Вор. Убийца. Поэт». В фильме Михаила Казакова «Покровские ворота». Главный герой-переводчик Лев Хоботов рассказывает невесте Людочке о тяжелой судьбе поэта. Упоминает Вейона, который был зарезан или повешен и читает его четверостишие завещания. Повесть Ирины Голубевой «Дом в Олинфе». Героиня-девочка Ника сравнивает с Вейоном своего учителя истории. В рассказы Сергея Снегова «Умершие живут герои. Заглядывая в прошлое, видят Франсуа Вейона в тюремной камере, читающего свои стихи». Библиография – один из наиболее признанных русских переводов «Иренбурга» и «Г» отрывки из «Большого завещания», «Баллады» и разные стихотворения «Вейона» издания с введением переводчика «М. 1916». Кроме того, «Иренбург» посвятил художественное эссе Франсуа Вейонов с переводом его стихов в «Французской тетради». Наиболее полное комментированное издание В. Туассен, П. 1923, Демьер, Л. П. 1927, В. Варжапетян посвятил Вейону один из трех романов сборника «Путник со свечой», «Блада судьбы», «Веселовский Ю. Ф. Р. Вейон и его значение в истории французской поэзии». Журнал МНП 1897-7 перепечатано в его литературных очерках «Т. А. И. Ст. Т. Р. М. 1910, Мандельштамуэ о поэзии Л. 1928, Пинский Л. Е. Магистральный сюжет М. 1989, Паунтезра, Манкорбье, А. Л. С. Вейон, Паунте, Путеводитель по культуре М. 1997-С. От 69 до 83, Гаутиер Т. Гретес Квес П. 1844, Стивенсон Р. Л. Ф. Вейлон Л. 1891, Гастон Пэрис Ф. Вейлон П. 1901, Чемпион П. Вейлон П. 1913, Чемпион П. Хистойор Пайетик Дю 15, Е. С. Е. Кл. Т. 2, П. 1924. Продолжение следует...